Кто из нас не знаком с ингаляциями, прогреванием, массажем и другими физиопроцедурами, которые помимо лекарств назначают доктора при болезни. О том, почему любое лечение сопровождается физиотерапией, поговорим в программе «Будьте здоровы». Здравствуйте, с вами Ирина Заикина. Понятие физиотерапия образовано от двух греческих слов – физис-природа и терапия-лечение. История природы лечения насчитывает не одну тысячу лет. Одним из первых физиотерапевтов, который лечил солнцем, воздухом и водными процедурами, был Гиппократ. Первая в мире кафедра физиотерапии появилась более 130 лет назад в Санкт-Петербурге. И сегодня физиотерапевтические процедуры – большое подспорье в лечении любых заболеваний. Люди давно знают о возможностях лечения компрессами, паровыми банями, массажем. Современная физиотерапия активно использует природные и физические факторы для борьбы с различными заболеваниями. В физиотерапию относятся и природные факторы, которые применяются. Вы знаете все санаторные и коровные лечения, водолечение всякие, воздухом лечить, солнцем лечить. Все это природные факторы. Но и искусственно применяемые физические факторы, которые применяем мы. Постоянный ток, низкочастотные токи разных вариантов, высокочастотные токи, опять-таки очень разных вариантов. как светотерапия, лечебная физкультура, массаж. Физиолечение имеет широкий спектр действия. С его помощью можно поправить здоровье человека и ускорить процесс выздоровления. Также она хороша для профилактики и реабилитации. По статистике, 80% пациентов, лежащих в стационарных условиях, нуждаются в физиотерапии. И 60% амбулаторно-поликлинической помощи, которые получают, они нуждаются в физиотерапии. Ну и 100% всех, кто поступает на санаторно-городное лечение. Физиотерапия назначается курсами и применяется как самостоятельно, так и в совокупности с другими методами лечения. Когда пациент поступает к нам с каким-то диагнозом от узких или других специалистов, или там лор-врач, или невропатолог, или терапевты присылает, тогда уже исходя из диагноза и по результатам общения с пациентом, мы определяем, какие к нему подходят в данном случае методы лечения. Врач-физиотерапевт подбирает оптимальный набор процедур, исходя из состояния пациента и учитывая его индивидуальные особенности. Определяю дозу, мощность аппарата, время воздействия, количество процедур. Ребенок двухмесячный с каким-то остерматитом. Почему ему будем делать не больше пяти минут максимум? И мощность, конечно, самая минимальная. А если пришел взрослый человек, мощность аппарата 40-50 ватт и время воздействия 10-15 минут. То есть все это индивидуально подбирать. В арсенале физиотерапевтов множество лечебных методов. В основе каждого лежит какой-либо физический фактор. Электрический ток, магнитное поле, электромагнитное излучение, ультразвук, оптическое излучение. Мы всегда работаем в комбинации. Одним методом победить заболевание тяжело. На разные стадии заболевания, на разные факторы заболевания надо разными методами воздействия оказывать. Тогда эффект можно получить быстрее. И у пациента быстрее настроение повышается, и, конечно, результат быстрее. Физиотерапевтические процедуры в полтора-два раза сокращают время лечения. Они позволяют снять острый процесс, приостановить прогрессирование хронического заболевания. Если это острые патологии, мы тогда начинаем с высокочастотных методов лечения, пока не погасим острый период, потом уже переходим на подострые и хронические стадии. Переходим тогда уже на низкочастотный ток или постоянный ток, когда у вас хронические вяло протекающие процессы. Уже несколько десятилетий многие острые и хронические заболевания, а также болезни на стадии выздоровления, лечат с помощью высокочастотных электромагнитных полей. Что это такое, знают не только те, кто часто болеет атитом, бронхитом или страдает гайморитом. Применяется эта процедура при болезнях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых, кожных, желудочно-кишечных заболеваниях. С помощью высокочастотного электромагнитного излучения создается тепловой эффект. В результате улучшается кровообращение в месте воздействия и уменьшаются воспалительные процессы. Мы назначаем чаще, допустим, при пневмониях, чтобы улучшить отхождение мокроты, чтобы быстрее рассосался очаг инфильтрации, чтобы назначаем процедуры на пазухе носа, чтобы быстрее прошло воспаление, чтобы носовое дыхание стало свободным. Процедуры можем назначать эндоурально, чтобы снять боли воспаления сухо-сушного прохода. Овощотерапия – это единственный метод, который можно прямо в острой стадии. Даже температура 37,2-37,3 – это не противопоказание для овощотерапии. Особенно это широко применяет лор-врач наш. Острые гаймориты, отиты, там без овощотерапии никак не обходится. О целебных свойствах магнитных полей знали еще древние греки, египтяне, китайцы. Они использовали магниты для лечения различных недугов. Известно, что египетская царица Клеопатра носила на своей голове небольшие магнитики для сохранения красоты и молодости. Сегодня диапазон действия магнитотерапии очень широк. Основной результат действия магнитных полей – расслабление мышц. У человека улучшается кровообращение, ускоряется выведение токсических веществ, поступает больше кислорода к клеткам. Процесс восстановления в поврежденных тканях ускоряется, уменьшаются отеки и болезненность. Физиопроцедуры улучшают кровоснабжение на месте травмы и кости, мышцы, связки восстанавливаются быстрее. В терапии и реабилитации нейрологических пациентов физиопроцедуры незаменимы. Они используются в лечении последствий инсультов, заболеваний суставов, опорно-двигательного аппарата. Если, допустим, ограничиться только медикаментозным лечением, эффект вообще никакой, потому что это нужно готовить мышцы, это нужно снимать мышечные спазмы или, допустим, наоборот, если это тоничные мышцы, их нужно тонизировать. Поэтому здесь все в комплексе. Мы назначаем ЛФК и массажи, и физиолечение. И физиолечение, при том, как правило, это комплексные, несколько физиолечений. Там, допустим, магнитотерапия, ультразвук с гидрокортизоном, там очень хорошо снимают воспаление. Или, допустим, там динамические токи. Другие категории пациентов есть. Допустим, после острого нарушения мозгового кровообращения у нас есть очень хорошая аппарат с электростимуляцией, чтобы мы заставляли эти мышцы работать. И с первого дня с такими пациентами уже работают инструкторы ЛФК и массажисты. В общем, в комплексе эффект получается гораздо лучше. В неврологическом отделении используется специальный ортопедический стол с набором для восстановления мелкой моторики рук. С помощью различных приспособлений пациенты тренируют пальцы, кисти и предплечья, восстанавливают координацию движений. 50-60% – это патология опорно-двигательного аппарата. Конечно, при такой патологии очень эффективно, очень эффективно, это в первую очередь ЛФК, хотя не каждый пациент любит заниматься лечебной физкультурой. Обязательно занятия с инструктором, потому что нужно упражнения все делать правильно. Оздоровительное действие физических упражнений заключается в том, что они стимулируют и усиливают обменные процессы в организме. Интересно, что даже мысленное представление о движении изменяет биопотенциалы мышц, учащает пульс, дыхание. Физические упражнения для лечения использовались людьми на протяжении многих тысячелетий. Еще в Древнем Китае гимнастика для здоровья впервые упоминается в книге «Кунг-фу», название которой можно перевести как «Трудный путь к совершенству». Вопросы реабилитации лечебной физкультуры долгое время относились к народной медицине. Наука о лечебном применении физических упражнений стала развиваться в России со второй половины 18 века, после открытия Московского университета, в составе которого был и медицинский факультет. Несмотря на то, что лечебная физкультура считается вспомогательным видом терапии, она дает очень хорошие результаты при восстановительном лечении. Показания к проведению ЛФК есть в любом возрасте и практически при любом недуге. Это такой метод лечения, который используют в своей практике естественные методы, то есть это движение. Самый главный метод – это движение. Назначают у нас в основном неврологи с неврологическими патологиями, травматолог назначают и педиатр назначают. Занятия лечебной физкультуры проводятся индивидуально либо в группах с пациентами, близкими по диагнозу, возрасту и способности переносить нагрузки. Например, после переломов обычно это индивидуальные занятия в основном. А вот, например, когда невролог назначает при заболеваниях позвоночника, там, остеохондроз и так далее, здесь мы уже групповыми занятиями занимаемся. Комплекс может включать от 10 до 40 упражнений в зависимости от состояния и физических способностей человека. Каждое упражнение необходимо выполнять 5-10 раз. Заниматься ЛФК можно и в домашних условиях. Когда мы выполняем их в зале, их, конечно, бывает у нас побольше. Это занимает примерно 45 минут одно занятие. Дома, конечно, рекомендуем выполнять, ну, хотя бы, чтобы на 20 минут, 15-20 упражнений. У 98% жителей планеты, по мнению медиков, имеются заболевания опорно-двигательного аппарата. Нарушением осанки страдает большинство школьников. А диагнозы остеохондроз, артрит, артроз ставят даже молодым людям. Обязательно нужно заниматься лечебной физической культурой, причем с самого начала, чтобы сустав не застаивался и не был в обездвиженном состоянии. Если нет нагрузки на сустав с артрозом, сустав быстрее изнашивается и разрушаются хрящевые ткани, теряется подвижность сустава. Результативность тренировок напрямую зависит от регулярности их проведения и правильности выполнения упражнений. Лечебная гимнастика позволяет укрепить мышечный корсет и связочный аппарат, улучшить координацию движения. За счет работы мышц мы корректируем осанку. Есть специальные упражнения, корригирующие они называются, которые помогают нам стабилизировать и немножечко даже подровнять это искривление, то есть остановить этот процесс, удержать, то есть мы укрепляем мышцы. К тому же во время занятий тренируется дыхательная система, нормализуется деятельность сердца, тонус сосудов. Физиолечение можно проводить с первых дней жизни. При этом у ребенка эффект от процедуры сохраняется дольше, чем у взрослого, поэтому повторные курсы детям назначаются реже. Для них сокращается время и мощность лечебного воздействия. Как правило, у детей применяется ОВЧ-терапия, фонотерапия, массаж, лечебная физкультура. И успех лечения зависит от правила соблюдения приема процедур. Их проводят с учетом биоритмов и лучше проводить в первой половине дня, за час до кормления или через час после кормления. После лечения малышу лучше отдохнуть, или если малыш собирается играть, то лучше с ним поиграть в тихие, спокойные игры, чтобы он не переутомлялся. Начиная с полутора месяцев, ребенку можно делать массаж и лечебную гимнастику. Оздравительный массаж укрепляет здоровье, а лечебный помогает справиться с конкретными заболеваниями. Он может сочетаться с различными физиопроцедурами. Чтобы эффект от лечения был полным, мы очень часто назначаем физиолечение. Необходимо помнить, что детям назначаются только местные процедуры. Общие процедуры им противопоказаны. Как и у лекарственных препаратов, у физиопроцедур есть свой перечень противопоказаний. Поэтому назначать их даже с профилактической целью должен только врач. Из резких противопоказаний, если пациент с высокой температурой, у него там в последней стадии или предпоследней стадии сердечные, дыхательные недостаточности, инфекционные какие-то заболевания, там в остальной стадии инфаркта, там в остальной стадии травмы человеку лежит, хотя к ним мы в палату ходим, там некоторые, ну, опять-таки, индивидуальный подход. Ну, если там подозрение на какие-то доброкачественные, на область воздействия, ну, мне надо лечить там пневмонию или бронхит, а у женщины там остепотия какая-то. Я, конечно, не буду эту зону греть высокочастотным током. Я подойду к каким-то другим методам, которые не будут оказывать отрицательное воздействие на эти доброкачественные. То же самое с гинекологией, урологией. Побочные эффекты у физиотерапии крайне редки. Проводимая с учетом состояния здоровья пациента, она абсолютно безопасна и приносит только пользу. Лечебный эффект нередко проявляется уже после первых сеансов. На этом наша программа подошла к концу. Будьте здоровы и до новых встреч на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин